Всем привет! С вами Настя и Рафаэль. Это новости вне эфира, где мы, как всегда, говорим об интересных случаях, курьезных историях и забавных фактах. Кстати, поздравляем всех с началом осени и нового учебного года. Слава богу, Настя, что нам с тобой школу не нужно. Да, Раф, наш сентябрь уже сгорел. Ну что ж, погнали! На окраине Рима слон и жираф сбежали с киносъемок. Инцидент произошел в квартале киностудии Чини Читта. Друзья несутся мимо машин, а за ними гонятся несколько мужчин-сотрудников. И все это на фоне античных декораций. Предположительно, животных задействовали в съемках фильма или рекламы. Знаешь, когда у меня высокая температура, мне вот примерно такие сны снятся. Знаешь, и правда, это очень похоже на бредовое расстройство. Тем больше верится, что это правда. Внимание на экран. Вы можете наблюдать, как вертолет доставляет бочки с пивком в хижину Бехерхауз у горах Италии на высоте 3 километра. Не сказала бы, что в этом есть какая-то новость, но можно просто по-человечески порадоваться за людей. И если вам кажется, что я остаюсь здесь и завидую, то да, вам не кажется. Кстати, однажды у нас спросили, где добыть дешевого пива. Дорогие зрители спрашивали. Отвечаем, не в Италии. Японка стала чемпионкой мира всемирного конкурса по игре на воображаемой гитаре в финском городе Оулу. Не уточняется, все ли ноты ей удалось сыграть чисто. А также остается загадкой, подключали ли воображаемую гитару к воображаемому усилителю. Я тут пыталась поработать на воображаемом ноутбуке, но вместо приза мне выписали только люлей. Причем совершенно невоображаемых. А я думал, что только я так умею. Это же надо было столько лет проработать бок о бок, чтобы понять, что мы с тобой очень похожи. Коллега. В зоопарке Гуанчжоу живет самый модный лев на свете по кличке Ханг-Ханг. У него абсолютно прямая грива, как будто ее вытягивали утюжком для волос. Но салоны красоты ни при чем. Все дело в экстремальной влажности и дурной привычке хищника облизывать когти и чесать ими гриву. Вот меня бабушка стригла под горшок и выглядело примерно точно так же. Я еще тогда знал, что мода цикличная. А, кстати, знаешь, знаменитый фен для волос стоит почти 50 тысяч рублей. А ведь всего-то можно облизывать когти и чесать ими гриву. Попробуй совершенно бесплатно. Панды Жуи и Динь-Динь, живущие в московском зоопарке, стали родителями. Так родился первый в истории России детеныш большой панды. Это настолько мило и радостно, что хочется заказать на вертолете бочку пива. Да, и пусть его доставят нашей зрительнице, которая так хотела дешевого пенного. В Японии открылся ресторан, который нанимает официантов только с деменцией. Он называется ресторан ошибочных заказов. Официанты и официантки здесь официально могут совершать ошибки при выполнении заказов. Клиенты воспринимают это как сюрпризы и всегда встречают свои блюда с улыбкой. Когда заказал опироль шприц, а тебе принеси слабительное и снотворное. И валерьянку на десерт, чтобы ни о чем не сожалеть и улыбаться. Это были все новости вне эфира на сегодня. С вами были, как всегда, Настя и Рафаэль. Увидимся, пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!